Данные, обнародованные в фильме Рената Усатова «Молдова. Территория беззакония», не только находят свое подтверждение в реальной жизни, но и начинают работать на раскрытие ближайших планов олигарха Владимира Плохотнюка, для которого Усатый, похоже, является врагом номер один. Напомним, что в расследовании оппозиционера фигурирует информация о съемках нового кино, очерняющего лидера нашей партии перед досрочными парламентскими выборами, намеченными олигархом на осень этого года. Это кино действительно уже снимает группа плохотнюковских блогеров. Еще в июне этот, скажем так, творческий коллектив был замечен в Бельцах. Работа ведется масштабно, что неудивительно, если учитывать бюджет. 20 тысяч долларов предлагалось только для подготовительных процедур, а значит, общая смета превысит 100 тысяч. Неудивительно, что под такую сумму удалось собрать коллектив из четырех авторов. Рената Усатый рассказал в недавнем лайфе на Фейсбуке и в Одноклассниках о том, когда, по его данным, выйдет этот блокбастер и о чем там пойдет речь. То, что они готовят на осень, на сентябрь, уже я об этом как-то в лайфах говорил, это пока цветочки прописывали, значит, мне уже готовят одно убийство в 90-х годах, одно посвежее где-то нашли, там в Кишиневе из висяков нераскрытых. Значит, уже там во всю эту историю засунули, там, начиная Толю Рябым, там бывший работник комиссариата полиции Бельц сегодня, там, по-моему, комиссар Санжирей. Вот это вы увидите, там будет кино, где там просто такой экшен из этого всего устроили, чтобы вы понимали, там берут в тюрьмах интервью у тюремщиков, значит, берут в Бельцах интервью у наркоманов, там, вот скажите, что Усатый, там, в 90-х годах, там, что-то делает и так далее. Фильм готовят для очернения Рената Усатого накануне как минимум двух избирательных кампаний, намеченных Плохотнюком и Додоном на осень. В Молдове, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы по старой системе, их тут проводят как удобно власти, а не раз в четыре года. А в Бельцах досрочные выборы Примара. Правящий тандем решил предпринять попытку штурма непокорного города. Посмотрим это кино, хотят этим, готовят перевыборы, хотят перевыборы и Бельца, хотят... Что-то у них там не все получилось по-тихому, как хотел Додон с Плохотнюком с этой смешанной системой. Значит, поэтому возможны до Нового года досрочные выборы по старой системе, я не исключаю, я уже увидел, Додон опять вышел, там, ну, в Ажукацку Фоку, в Ажукацево Кукуркане и так далее. Готовят к досрочным выборам и господина Додона, который за несколько последних месяцев с ног до головы измазался Димпартии. Необходимо срочно вернуть ему имидж борца с режимом, потому что в противном случае партии социалистов не удастся набрать достаточно голосов, чтобы в парламент прошли все люди Плохотнюка из списка ПСРМ. Игорь Николаевич уже заговорил о каких-то протестах, намеченных аж на 24 сентября. В качестве причины для своей вдруг возобновившейся оппозиционности называет отказ Конституционного суда в проведении президентского консультационного референдума. Этот отказ, впрочем, стал сюрпризом только для Додона, которому хотелось побыть наивным. Святая простота. С первого часа, когда он подписал, скажем, обращение в этом смысле, то есть проект проведения референдума, все знали, что это совместная игра тандема для того, чтобы отвлечь внимание общества, которое на выборах президента, значит, ну, скажем так, переоценивало возможности любого человека. Люди голосовали за разных кандидатов, неважно за кого, переоценивали их способность что-либо изменить в Республике Молдова. Тогда уже говорилось, что, в общем-то, для этого президента просто по Конституции не хватает полномочий, но вперед предвыборной кампании все кандидаты били себя в грудь, ударяли и говорили, что полномочий им хватит, все будет хорошо и так далее, и так далее. Ну, закончились выборы, пришло похмелье, в том числе у избирателей, нужно было подбросить какие-то тяжелые, так сказать, ну, более эффективные способы мобилизации. Вот одним из них стало, вот я проведу референдум. Ну, тут же всем было понятно, что чем-то не закончится. Несколько месяцев повозюкают, так сказать, этот электорат по асфальту, потом забудут благополучно по многим причинам. В том числе по той причине, что Конституционный суд, конечно, находится в руках управящего большинства. И этот Конституционный суд принимал, ну, совершенно фантастические решения, буквально, которые не вписываются ни в какие нормы, по-моему, не только Конституционного права, но даже обычного, знаете, как бы там, феодального права. Когда Конституция Республики Молдова была изменена Конституционным судом, ни референдумом, ни парламентским большинством, просто Конституционный суд взял, померял Конституцию Республики Молдова. В один прекрасный день, все с этим согласились. Поэтому инициатива Додона была с самого начала своеобразным политическим симулякром. Это очень печально.